Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Начал встречаться с девочкой, у которой есть ребенок. Согласилась пойти со мной на первое свидание, затем был совместный поход в театр. После просмотра хорошо провели время, сходили в кафе, достаточно долго пообщались на разные темы. Между этими встречами, да и после последней, регулярно созваниваемся, но зачастую звоню ей я. Она только отвечает, со сетях то же самое. В основном я проявляю инициативу, она при этом всегда пишет в ответ. В общении стараюсь особо не навязываться, иногда не пишу по несколько дней, учитывая наличие у нее ребенка и возникающие в связи с этим обязанности и другие дела. Есть ощущение, что нет взаимности, но мои предложения встретятся в свободное время выходные, ссылают на занятости и на занятости отсутствие возможности куда-нибудь сходить. Я прекрасно понимаю, что маленькому ребенку требуется уделять много времени, но на фоне всего этого меня терзают сомнения, имеет ли смысл дальше продолжать развивать отношения. Повторюсь, девушка довольно охотно идет на контакт, всегда отвечает, а тот факт, что у нее есть ребенок, меня нисколько не смешает. Ну, смотрите, первое, на что хочу обратить ваше внимание, это на то, что вы пишете, начали встречаться с девушкой. Вы начали встречаться с девушкой, подразумевая, что у вас начались отношения. Исходя из того, что вы описываете, я бы не сказал, что у вас начались отношения, вы просто проводите время вместе. Я не думаю, что вы ее мужчина, а она ваша девушка. Хоть вы и говорите про первое свидание. То есть, первое, уверены ли вы в том, что вы действительно начали отношения, уверены ли вы, что это романтические отношения, а не отношения двух людей, ну, скажем, вот, знакомых, да? Второе. То, что у нее есть ребенок, свидетельствует о наличии определенных проблем. Во-первых, это проблема женской модели поведения, то есть, она уже не может себя только чувствовать женщиной, она еще и чувствует себя матерью, соответственно, в ней это борется друг с другом. Девушка с ребенком часто действительно тяжелее идут на контакт, а всем кажется, что мужчине они не интересны, не нужны. Кроме того, такие люди достаточно часто травмированы предыдущими отношениями, которые у них распали. Вот, и, соответственно, боятся идти на сближение. Таким женщинам действительно требуется больше внимания, необходимо больше терпения, больше выдержки. Больше забот. В то же время здесь есть риск того, что девушка ищет какой-то уверенности, девушка ищет какой-то стабильности, если она встречает парня. Парня, который, по ее мнению, дает ей больше стабильности и больше уверенности, она может выбрать всего, забить на свои чувства. Потому что ей покажется, что стабильность и определенность важнее, чем ее чувства. Дальше. Мне показалось, что вы не уверены в себе. И, я думаю, отвечая на ваш вопрос, да, имеет ли смысл продолжать. Я вам скажу на это так, что смысла, именно смысла в отношениях вообще нет. Ну вот, практически никогда нет смысла в отношениях. Здесь вопрос немножко другой, что вы чувствуете к девушке и хотите ли вы чего-то, чего-то именно для нее. Если хотите, на здоровье, проявляйте это столько, сколько вам хочется, как вам хочется. И не думаю, что это проблема. Если нет, не нужно этого делать. Вот, в принципе, и все. Для этого нужно доверять себе и для этого нужно замечать, что происходит с вами. Если вам кажется что-то неприемлемым, если вам кажется что-то обидным, если вам кажется что-то неприятным, то девушке об этом имеет смысл сказать. Мне также кажется, что вы пытаетесь себя излишне контролировать. Вы говорите про то, что стараетесь ей не навязываться. Это, мне кажется, как раз история больше про то, что вы себя обесцениваете. Это история про обесценку. Да. То есть человек боится навязываться именно когда... Ну, именно, и именно когда есть вот сомнение в себе и сомнение в собственной ценности. Вот. Поэтому я вижу задачу психолога по работе в этом направлении. А также немножко подкорректировать вашу модель мышцового поведения. У вас есть достаточно хорошая основа. То есть вы, в принципе, готовы для девочки что-то делать. У вас не смешает ребенок. Это хорошо. Но я бы подкорректировал его для более целенаправленного поведения. И последнее, это то общее, что мы с вами есть, между вами и девочкой. Мне показалось, что общего не много. Мне показалось, что интересов, связывающих вас, контакта, мы с вами не так много. Может быть, как мужчины и женщины вы взаимодействуете неплохо, но быть, у вас и на остальном есть проблемы. Без этого отношения совершенно точно будет сложно развиваться. Вот и все. Пожалуй, можно добавить, что взаимность, она у всех людей по-разному проявляется. У кого-то взаимность проявляется сразу, у кого-то взаимность проявляется постепенно, у кого-то взаимность обладает определенной величиной, у кого-то взаимности там меньше, у кого-то больше. То есть тут опять же все зависит от человека. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok